Продолжаю формировать инвестиционный портфель, диверсифицированный, так как я считаю нужным. И в предыдущих видео я рассказал сначала общую идеологию этого портфеля, что там 10% на срочный рынок выделяется, это крайне рискованные операции. И остальную часть я равными частями разбил на рублевую часть и долларовую часть. И ту, и другую часть я предполагал разбить из соотношения 40 на 60. 60% в акциях это высокодоходные потенциально вещи, но они могут дать убыток. И 40% от этих инвестиций я планировал сделать в консервативные инвестиции, такие как облигации или какие-то другие. И в прошлом видео, в предыдущем, я рассказал о том, какие акции и почему я купил за доллары. Там все достаточно хорошо, можно разобраться, по крайней мере, в индексе S&P 500. И сегодня я обещал рассказать о том, куда же я буду вкладывать консервативную часть. Итак, здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. Сегодня мы будем вкладывать консервативную часть наших инвестиций, нашего инвестиционного портфеля. Как я говорил, что консервативная часть это облигации или что-то, крайне, ну, не подверженное колебаниям рынка, по крайней мере, и что-то, что должно давать доход. И на эту консервативную часть у меня выделялась, ну, если в долларах считать, долларовая часть, то 315,21 доллар вы сейчас видите. И на эту консервативную часть я говорил, что невозможно купить евробонды, еврооблигации, потому что они продаются от 1000 долларов за штуку. Это практически нереально купить за 312 долларов, как вы понимаете, за 315. Поэтому я решил вложить эти средства в очень-очень консервативные инвестиции, которые покупаются уже на фондовом рынке московской биржи. И это будут ETF. И прежде всего, ну, меня больше всего заинтересовал вечный ETF. Вечный ETF. Такие ETF-ы сейчас появились у нас на бирже, и про них стоит рассказать отдельно, потому что, ну, они действительно вечные. То есть, смотрите, можно вообще не формировать свой портфель, а просто купить все деньги, вложить вот в этот вечный ETF. И это будет достаточно стабильно, но при этом, наверное, доходность будет все-таки низковата. Поэтому давайте посмотрим, что же такое за вечный ETF. Это биржевой фонд. Такой же фонд примерно создал Тинькофф. По-моему, еще ВТБ есть. Но так как я являюсь клиентом открытия брокер, то я, в общем-то, и патриот этого брокера. Мне очень нравится здесь. Поэтому я решил приобрести вот эту консервативную часть, вложить в биржевой фонд, открытие всепогодный. Более 30 стран, более 3000 компаний, 5 фондовых индексов и разнообразие активов. Смотрите, что здесь такое. Инвестиции в долларах США. Почему я говорю, что в долларах? Международные инвестиции в одном инструменте. Покупайте на бирже по прозрачным ценам. Низкая комиссия за управление. Сейчас мы это выясним. Не требует профессиональных навыков в инвестициях. Это вообще действительно так. Это очень здорово. Налоговые льготы. Ну, я расскажу, в чем суть сейчас. Смотрите, весь мир инвестиций, весь мир в одном инструменте. Но здесь не так просто, чтобы весь мир, а здесь они еще разбиты по активам. То есть структура самого фонда, это просто вот... Мне очень понравилось на самом деле. Смотрите, 25 раз, 2, 3, 4, 5. Он разбит на 5 частей. Мы видим, что эти части примерно равные. И 20% вложено в акции США. То есть во все акции. И через какой инструмент это вложено? СПДР, СНП-500, ЕТФ, Траст. То есть через уже другой ЕТФ, который рассчитан на СНП-500. Акции США в среднем. То есть весь индекс СНП-500 мы покупаем. То есть покупая вот один пай этого фонда, мы вкладываемся на 20% в весь индекс СНП-500. Следующее. Акции развивающихся стран. Эмитент iShares, MSCI, Emerging Markets, ETF. Что такое MSCI? MS это Morgan Stanley. То есть международная управляющая компания по управлению активами создала фонд, который ориентирован на развивающиеся страны. Почему развивающиеся? Потому что развивающиеся страны, предполагается, что у них динамика развития будет быстрее, чем у США. Ну что такое развивающиеся страны? Китай и так далее. Далее. Недвижимость США. Ну считается, наверное, что недвижимость США... Ну, во-первых, она очень сильно развита, но типа считается, что она очень стабильна. Ну вот так. Вот. Облигации США. Те самые, которые мы не способны купить. Вот, пожалуйста, iShares, iBox and Investment Grade Corporate Bond ETF. Вот. Здесь тоже iShares, US Real Estate ETF. То есть все через механизм ETF. То есть вот это вот, вот это вот акции всех развивающихся стран, крупнейших, крупнейших компаний всех развивающихся стран. Вот это акции крупнейших Real Estate, которые мы с трудом могли найти в США, самую лучшую компанию, но мы-то выбирали лучшую по параметрам. Поэтому здесь в среднем просто все компании Real Estate, они собраны, и собраны они как раз на американском рынке, потому что iShares это, значит, продукт американской компании по управлению активами. Здесь тоже iShares, и это евробонды, ну то есть облигации как раз. И, наконец, эмитент SPDR Gold Shares это золото. То есть инвестиции в золото на 20%. Если все рухнет, золото вырастет. Вот так вот. То есть если будет инфляция в США, то вырастут акции, так сказать, в США. Если будет рост продолжен Китая, то, пожалуйста, вот Китай, Бразилия, Индия, Россия и что там еще. Еще недвижимость в США, если будет, так сказать, инфляция в США, то недвижимость вырастет. Облигации в США, если будет инфляция в США, облигации упадут. Вот. И, соответственно, если будет инфляция в США в долларах, то золото вырастет. Вот, как бы, таким образом. Динамика индекса цены пая. Ну, во-первых, динамика самого индекса. Вот она примерно. Но она повторяет примерно индекс S&P 500 на самом деле. Вот. Мы видим, что вот это вот падение, это прошлый год. Падение. Там все упало, включая золото. Но потом все это восстановилось сейчас на максимуме. Динамика цены пая. Вот ПАЙ, он организовался недавно, этот фонд. Поэтому динамика с октября месяца прошлого года идет. Индекс рассчитывается с Санкт-Петербургской фондовой биржей. Данные исторической доходности рассчитываются с 2005 года. Методика посылки и так далее. Ну, здесь обзор, что такое БПИФ. Ну, фонд ПАЙ, которого можно купить. Как купить на рынке. Да, вот ОПНВ, это его тикер, кто-то спрашивал у меня. Расходы и комиссии. В биржевых, паевых, инвестиционных фондах отсутствуют надбавки. То есть комиссии при покупке и скидке комиссии при продаже. Вознаграждение управляющей компании составляет 0,8% от средней годовой стоимости чистых активов фонда. Это немного. Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора, аудитора и биржи 0,09%. Иные расходы не более 0,1%. Ну, эти комиссии учитываются при стоимости ПАЯ. То есть, в принципе, насколько я понимаю, мы ничего не платим. Также возможны комиссии с стороны брокера. Но если мы у открытия, то, насколько я понимаю, мы не платим эти комиссии. Почему это выгодно у открытия брокера? Вот, нужно ли платить налоги с БПИФа? Доходы, дивиденды по акциями, купонные выплаты, которые возникают при управлении фондом, не облагаются налогом. Налог можно заплатить, нужно заплатить только с дохода, полученного при продаже ПАЕВ, с разницей между ценой продажи и ценой покупки. Но, при этом, если мы, почему он вечный? Если мы держим его более трех лет, то мы не платим доход, если он не превышает 3 миллиона рублей в год. Ну, я думаю, что у нас он не превысит 3 миллиона рублей в год, потому что мы вкладываем в него всего 23 тысячи рублей. Вот. Давайте смотрим на этот ОПНВ. Вот они. Вот. Вот он называется ETF ОПНВ. Я его уже купил. 279 акций. Они продаются по 1,13 доллара за штуку. Ну, в пересчете на рубли это 83,03 сейчас. Вот. Я туда переводил доллары и вкладывал в доллары. В долларах, на самом деле. И вот она, эта сумма. 23 165 рублей. Вложено туда, в эти деньги. Вот в такой фонд. То есть, в консервативную часть я решил вложить в фонд OpenWeather. То есть, всепогодный биржевой фонд. Теперь, что касается рублевой части. С рублевой частью моего инвестиционного портфеля, с его консервативной частью, я поступил примерно так же, только немножечко, только наоборот. Вот. Давайте посмотрим, что я решил сделать. Здесь есть облигация. Очень интересная. Тоже от открытия. ФКИОП2. Вот она. Я их купил. Ну, на половину этой стоимости. На 15 тысяч рублей. Ну, вот так вот купил. Да. И на остаток я купил еще один ETF. FXRV. Сначала я купил, вообще, так сказать, на всю катушку FXRV. На все 23 500. Вот. Ну, сейчас я решил разбить ее на две части. FXRV и открытие ФКИОП2. Что я хочу сказать насчет вот этого открытия ФКИОП2. Это, на самом деле, структурный продукт с защитой капитала. Что важно. Почему я это называю консервативной инвестицией? Потому что 100% защита капитала. Это структурный продукт, который ориентирован на соответствующий фонд от Societe Generale. И этот фонд как раз рассчитан на акции крупнейших компаний. Но, что самое интересное. Если этот фонд ETF, он упадет, то в рублях мы ничего не теряем. Мы ничего не теряем. 100% защита капитала. Если этот фонд растет, то мы получаем процент от его роста. Причем этот процент составляет 180% от роста. То есть мы будем расти быстрее, чем этот фонд. Структурный продукт этот выпущен недавно. Он рассчитан на 5 лет. Мне он очень понравился. Я его купил к себе в портфель. Вот он у меня. Я купил здесь 100 акций. Он выпускается в виде облигаций с условным купоном. Купон будет выплачен один раз за все время существования. Через 5 лет. То есть это долгосрочная инвестиция однозначно. Ну что значит купон? Будет выплачено 100% капитала назад, через 5 лет, после открытия данного фонда. И соответственно, плюс купон, если фонд вот этот вырастет, со СИТ «Женераль», то мы получим 180% вот этого фонда. Давайте посмотрим сейчас. Так, вот. Значит, дата погашения 27 октября 2025 года. Значит, соответственно, 27 октября 2020 года он был выпущен. Это облигация, этот структурный продукт. То есть выпущен в виде корпоративной облигации. Я говорю, 100% защита капитала. Почему мне это нравится? И еще один момент. Давайте посмотрим на этот фонд. Вот этот фонд. Societe Generale Your Strong Balance Shit Beta Hedged Index. Он очень интересный. Но смотрите, в чем суть. 27 октября, когда он был открыт. 178 чего-то. Вот, не так важно чего. Сейчас он 181, то есть он уже вырос. И по идее, по идее, я его покупал за 100%, по идее он стоит больше уже, чем 100%. Ну, скажем, 101% где-то, да? Потому что он вырос немножечко уже в цене. 181, то есть, ну, на 1% он вырос где-то. Вот этот фонд. Еще раз напоминаю. Еще раз напоминаю, наша прибыль будет 180% от роста этого фонда. Так вот, смотрим теперь на цену. А он крайне низколиквидный, этот актив. Это биржевая облигация, вот она. Она крайне неликвидная. Видите, здесь нет заявок на покупку, на продажу. Но на самом деле их нет не потому, что их нет, а потому, что сейчас они не торгуются. Но, тем не менее, значит, торговля здесь крайне-крайне слабенькая. И совершенно спокойно я сегодня купил ее за 95% от номинала. То есть, смотрите, он уже вырос где-то на 1% и за 95% я его купил. И это можно сделать, потому что стакан, ну, крайне разреженный. И просто там, ну, можно поставить его там за 90%. Это крайне неликвидный актив. Но он, так как мы инвестируем надолго, он, я надеюсь, что даст огромную прибыль. И при этом мы не заплатим налоги. Это очень здорово. Вот. И следующая инвестиция, которую я сделал, консервативная, это FXRV ETF. Очень известный фонд. Значит, смотрите, что такое FX. FX это фонд от компании FINEX. FINEX. Вот. И этот фонд, компания FINEX зарегистрирована в Ирландии. Но достаточно сильная, крупная компания. Очень много инвестиционных фондов, значит, там под ее управлением находится. Все они имеют приставку FX. Чем хорошо FXRV. Давайте посмотрим. Вот я его вывел. Вот он. FXRV. FINEX. Global Equity. UCITS. ETF. Акции глобального рынка с рублевым хеджем. Ребята, одна акция. Когда я его покупал вот у себя на фондовом рынке Московской биржи, она стоила 1 рубль. 1 рубль всего акция стоила. Вот. Ну, сейчас я вам еще раз покажу его. Значит, вот она. Вот у меня. У меня здесь она забита. Вот она. FXRV. Я купил тысячу акций на тысячи рублей когда-то. Вот. И вот здесь вот я ее покупал. 1,1 рубля за штуку она стоила. Сейчас она стоит 1,2 рубля. То есть, она выросла за то время, пока я ею владею. Она выросла на 10% уже. Причем это вот абсолютно консервативная инвестиция на акции крупнейших компаний мира. Не только Америки или еще чего-то. Мира. Вот. И стоимостью 1 рубль. Можно вкладывать вообще вот как бы неограниченно. Мне это очень понравилось. И вот эта вот красная линия, это то, что я вложил, ну, вот эту вот, ну, как бы рублевую часть уже частично. Но сейчас я ее поставил на продажу, потому что я решил все-таки разбить на две части эту инвестицию. Вот у меня сейчас 10 тысяч стоит на продажу этого фонда для того, чтобы купить вот ФКИ ОП. То есть, я продаю 10 тысяч этого фонда. Я не тороплюсь продавать, потому что я еще не начал формировать портфель из акций на московской бирже в рублевой части. Вот. Что я могу сказать еще? Значит, смотрите. Вот я вывел здесь табличку. Все фонды, которые есть, ETF, которые есть на московской бирже. И отсортировал их по обороту. Ну, и по ликвидности, да, соответственно. Вот. По обороту. На первом месте стоит FXCN. Что такое? FXCN. Это фонд, как вы понимаете, ETF от компании Finnex, ориентирован на акции китайских компаний. Пожалуйста, вы можете купить весь Китай. Если вы, как бы, верите в рост Китая дальнейшей, пожалуйста, FXCN покупайте. Стоимость одного лота 4417 рублей. Каждому доступно. Это вы покупаете крупнейшей компанией Китая. FXIT. Это, насколько я понимаю, индекс NASDAQ американский. Пожалуйста, вот он. Это IT-компания. Трур. Это ETF, выпущенный компанией, ну, брокером Тинькофф Инвестиции. Пожалуйста. И на что он рассчитан? Тинькофф Вечный портфель. То же самое, что мы купили открытие Open Всепогодный. Точно такой же, но он более популярный, считается. Трур. Тинькоффский фонд. Ну, потому что у Тинькоффа больше такой драйв. В общем, сказать, он более популярный. FXUS. В чистом виде. Индекс S&P 500. То есть, это вы вкладываете вот 5308 рублей в весь индекс S&P 500. Легко. ВТБ-М это, судя по всему, сейчас посмотрим. Все-таки. ВТБ-ликвидность. Не знаю, что такое, честно говоря. Но, видите, пользуется достаточно большой популярностью. Не могу сказать. FXGD. Вот это я точно знаю, что это такое. Это фонд золота. То есть, вы можете купить золото в виде FXGD. Пожалуйста. Тоже компания Финекс. Каждый пай этого фонда обеспечен золотом. Причем таким золотом. Весомым. В виде металла. FXDE. Честно говоря, не знаю. Germany. Все-таки германский. Это акции германских компаний. FXMM. Не помню, но кажется, московская биржа. Cash Equivalence ETF. Не знаю, что это такое. СБМХ. Это фонд от Сбербанка. FXRL. Ну, дальше я уже не знаю. FXRU. Это на индекс московской биржи. СБСП. То же самое, что... То же самое, что FXUS. Только FXUS. Это ирландская компания. СБСП. СБСП. Это фонд, который ориентирован на S&P 500 от Сбербанка. Каждый из вас может его купить. Весь... Вложить 1524 рубля. В настоящий момент. В весь индекс S&P 500. ИТФ АКЧ. Ну, АК это, судя по всему, альфа-капитал. Китайские акции. Да. Китайские акции. То же самое, что FXCN. Альфа-капитал только вкладывает. FXVO. Ну, это я знаю, что такое. Это то же самое, что FXRV, который мы с вами приобрели. Вот он. FXRV. Только он в валюте. То есть он... У него валюта инвестиций доллары, но покупается он все равно за рубли. Вот. ВТБЕ. Не помню, что это такое. Ну, дальше я уже не буду смотреть, наверное. Акции развивающихся рынков. Emergency Markets. От ВТБ. Ну, вы видите, что выбор здесь достаточно большой. То, что мы купили... Здесь находится... ETF есть дивидендный. Есть ETF. ETF. Вот он. То, что мы купили. Он не такой ликвидный. Всепогодный фонд от открытия. Пожалуйста, вот он. 83 рубля мы видим стоит. Достаточно ликвидный. Но, так как я в открытии, я купил именно его. Вот. Такие инвестиции я делаю в защитную часть. Ну, а как формировать акции на российском рынке, я буду рассказывать в следующих выпусках. Там немножечко сложнее все, потому что не так легко найти соответствующие параметры. Не так много информации еще собрано. Нет такого, ну, как бы, вот универсального, как я показывал на американском рынке Finviz. Я думаю, что я буду исходить не исходя из уже принципа, как я исходил повторение индекса S&P 500. Я буду выбирать акции наиболее перспективные российских компаний. Наиболее перспективных. Какие отрасли наиболее перспективные, я считаю. Но все-таки двигатель любой экономики это все-таки IT-отрасль. Это будет, скорее всего, Яндекс и Мейл.ру группы, может быть, по одной акции. Ожидается бурный рост у нас среди металлургии, я думаю. И, ну, очень хочется ГМК Норникель, но посмотрю, может быть, там выбор достаточно большой. Вот, есть НЛМК, есть Северсталь там и так далее. Скорее всего, будет Русал куплен. Среди других отраслей, которые, я думаю, что будут очень сильно развиваться, это будет сельское хозяйство и производство удобрений. По экспорту удобрений мы находимся тоже на, в общем-то сказать, на передовых позициях в мире. И сейчас ожидается, друзья мои, я не хочу вас пугать, но многие эксперты говорят, что ожидается рост цен на продовольствие. В валюте, в валюте, в мире, во всем мире. Поэтому сельское хозяйство будет развиваться. И я думаю, что я куплю обязательно какие-то акции из сектора сельского хозяйства. Скорее всего, это будет Русагра, скорее всего, это будет аквакультура. И что там еще у нас? Нефть, нефтепереработка. Я думаю, что она сейчас очень сильно внизу находится. И это хороший момент для покупки. Ну, давайте уже вспоминать, что есть у нас еще компания «Газпром» и «Новатек». «Газпром» – это экспорт газа, «Новатек» – это сжиженный природный газ. Там еще больше перспектив на самом деле. Что еще у нас интересного из компаний есть? Это банковский сектор. Я думаю, что это будет Мосбиржа и Тинькофф Банк. Вот так. Ну, а на сегодня все. Следите за моими видео. Продолжение будет следовать. У меня кто-то спрашивал насчет тикеров и так далее. На самом деле, я планирую это выложить. Все. Вот этот вот файл в Excel с составом портфеля. Я думаю, что я разошлю всем желающим по почте, по подписке. И по этой же подписке я буду всех информировать об изменениях в портфеле. Вот у меня такие планы. Поэтому, если вы хотите следовать этим планам, ну, по крайней мере, следить за моим портфелем, то подписка, колокольчик и, соответственно, ждите следующих выпусков. Когда портфель будет сформирован, я всем желающим вышлю файл Excel и буду регулярно оставить вас в известности об изменениях моего портфеля. На сегодня все. Спасибо за внимание. Лайк. И до встречи. С вами был Демятков Юрий.